Не расставаться с бодростью, двигаться вперед, активно участвовать в делах района и города. Такова позиция современного человека. И возраст делу не помеха. Было бы желание. Ведь пока секрет вечной молодости не открыт, а стремление оставаться в здоровом теле присутствует, необходимо вести так называемый активный образ жизни. А это значит двигаться, двигаться и еще раз двигаться. В универсальном спорткомплексе Подмосковья в четвертый раз прошла спортокеада Щелковского района среди ветеранов. Личным примером и бодростью духа заряжают участники четвертой спортокеады Щелковского района среди ветеранов. Ведь движение – это жизнь. И здесь именно это движение вдохновляет участников на свершение и, конечно же, победы. Свыше 250 спортсменов из 27 первичных ветеранских организаций приняли участие в спортокеаде. И это говорит о многом. Не хочется вас всех поблагодарить. Не хочется пожелать вам всем удачи и успеха. Но мне кажется, сегодня не будет преград. Разминка под музыку настраивает на позитив и разогревает мышцы. А в непогожие осенние деньки настрой как никогда важен, особенно в таких соревнованиях. Очень приятно, что сегодня вот здесь на паркете, в зале, на площадках немалое количество ветеранов, которые будут доказывать и показывать, на что вы еще способны. А вы способны на многое. Сегодня настоящий праздник не только для ветеранов. Вы обратили внимание, что у нас ветераны пришли со своими внуками. И внуки также участвуют в соревнованиях. Поэтому спортивный праздник, несмотря на погоду. Состязались участники в различных дисциплинах. Играли в настольный теннис, шашки, шахматы. Испытывали себя в различных эстафетах и силовых упражнениях. Прыгали в длину, забрасывали мячи в баскетбольное кольцо, метко кидали дротики. Многие команды здесь не впервые. Есть среди участников и те, кто не раз побеждал. Юрий Аркадьевич – активный спортсмен. В районной спартакиаде он уже в третий раз выходит в лидере соревнований. И это не случайно. В прошлом Юрий Аркадьевич – летчик, не прекращая, ведет спортивный образ жизни. Еще в 1974 году он принимал участие в первенстве вооруженных сил СССР среди высших учебных заведений страны. Занял третье место по метанию копья. На этот раз Юрий хоть копья и не метал, но вот отжаться 50 раз еще как смог. И это говорит еще не предел. На третьей спартакиаде занимал первые места. Только первые. Ну вот сейчас думаю тоже первые, но уже перешел в третью группу. Мне было до 75, а сейчас 75. Ну вот сейчас вот попробую. Им не занимать оптимизм и желание жить полной жизнью, а такие мероприятия еще раз доказывают. Возраст – это всего лишь цифра, а сила духа непреодолима и непобедима. Мне кажется, это как-то вот надо как-то себя, как бы себя еще проверить, сможешь это сделать или нет. Молодцы, конечно, что нас поднимают с кровати, выводят на участок и дают нам что-то такое почувствовать немножко хотя бы. А вы сами видите, какая обстановка. Вот не знаю, я считаю, что так надо продолжать. Не просто продолжать, но и развивать. Ведь сегодня, когда особое внимание уделяют людям пенсионного возраста, так необходимо поддержать их стремление быть активными и максимально эффективными. В нашей организации больше 17 тысяч. Я думаю, что мы когда-то придем к такому моменту, когда у нас будет очень много людей и надо будет все залы нашего Щелковского муниципального района задействовать. Вот это вот моя мечта.